Всем привет, ребята, с вами Брэдис. Сегодня мы поговорим о такой программе, как TikTok Live Studio. Это такая небольшая программка, которая позволит вам вести стримы, собирать подарки, набирать подписчиков, ставить свои рейтинги, чаты и ваши игры. И сейчас я вам немножечко покажу, что у меня вообще здесь есть. Что я вообще здесь поставил? Я поставил, какие подарки я хочу, сколько подписчиков я хочу. У меня сейчас 1798, хочу 2000. Поставил рейтинг, то есть в рейтинге пишут люди, те, которые вам скинули какие-то монетки, какие-то подарки. И там первое, второе, третье, четвертое, пятое место, кто на первом месте по подаркам, сколько вам скинул, самый крутой ваш подписчик. Также у меня здесь просто стоит картинка, без этой картинки получается все черным-черном. Но я просто закинул картинку, чтобы было как-то не скучно. Также у меня здесь стоит чат, и здесь сбоку есть такие тоже еще уведомления. То есть здесь пишут люди, ну просто чат, как обычно, да. А здесь уведомления, если кто-то на меня, например, подписался или кто-то кинул какую-то там монетку, скажем, да. Давайте перейдем к тому, что мы все вырубим, и я вам покажу, как все это выглядело, и начнем просто все это добавлять. То есть я нажимаю на скрыть источник и выключу просто все, чтобы ничего не было, и мы пройдемся по этой программе полностью. То есть первым делом вы включаете какую-то игру. Я включаю, например, вот такую вот программку, она называется эмулятор, ставлю какую-то игру, вы можете даже нормальные игры поставить, какие вы хотите. И вот я, получается, ее играю. Можете сделать захват игры или захват окна, это очень важно. У меня, так как это старые игры, я делаю захват окна. Но если у вас новые игры, вы можете сделать захват игры, это более легко. Нажимаете, получается, туда, его можно еще настроить, показать курсор или нет, применить, и все. А тут выбираете окно. То есть у вас, если бы там Бэтмен был, вы нажали бы, и там была бы игра Бэтмен. Но в моем случае есть только вот, либо звук показать, либо игру. Обычно, что это окошко, оно примерно вот, типа вот так у вас высвечивается. Это такая маленькая проблемка. Вы можете этот источник, там будет написано захват окна, по-моему, можете нажать правой кнопкой и переименовать, написать как вы хотите. У меня эмулятор Sega, я написал просто Sega. Чтобы настроить это на весь экран, у меня, к сожалению, не получается. Но другие игры, то есть которые не такие старые, их можно быстро таким вот образом добавить. То есть правой кнопкой мыши делаем, центрировать экран, чтобы по центру все стояло. Опять правой кнопкой мыши и растянуть на весь экран. Вот. Но в моем случае это не на весь экран, и мне надо решать, либо налево, либо направо ставить мой стрим. Так что я перетягиваю это все в левую сторону, таким вот образом, и вот оно уже тут настроено. Чтобы каждый раз вот так не таскать туда-сюда, потому что оно не закреплено, да. Или если вы сделали ошибку, нечаянно вот так у вас все слетело, нажимаете на кнопку отменить. В моем случае это надо даже три раз нажать, или четыре даже. И вот оно обратно встает на свое место, где оно и было, да. Вот. Чтобы это окно так не перетаскивать, просто нажимаем на закрепить. Теперь я не могу двигать это окно, чтобы я не сделал. Его можно еще настроить, показать курсор или нет, применить, и все. А тут выбираете окно. То есть у вас, если бы там Бэтмен был бы, вы нажали бы, и там была бы игра Бэтмен. Но в моем случае есть только вот, либо звук показать, либо игру. Вот. Это настроили, это уже супер. Теперь, если вы просто хотите игру, и при этом говорить, то есть здесь внизу настройки микрофона и звука. То есть сейчас звук как бы не передается. Чтобы передавался звук и микрофон, надо включить их, во-первых, а во-вторых настроить. Вот настройка аудио, например. Если вы хотите подключить ваш микрофон, посмотрите внизу справа на вот эту вот отметку. Нажмите просто один раз с правой кнопки на звуки. И во второй вкладке здесь найти микрофон. Вот вторая просто вкладка. Микрофон. И убедитесь, что здесь правда работает микрофон. Что он здесь прыгает так же, как и здесь. Если у вас не работает микрофон, то это уже проблема. То надо здесь найти ваш микрофон. Активировать, во-первых, надо нажать. А во-вторых, сделать стандартным. Тут будет такая кнопочка, как типа... Момент. Как здесь. Сделать стандартным. И потом применить. И окей. Вот. А также установить этот микрофон здесь. Вот он у меня уже настроен. Вы нажимаете сюда и ищите, как он у вас называется. У меня написано просто микрофон. Realtek. Переименовать, если хотите. Чтоб написано было по-русски. Например, микрофон. Сохранить. Все. Если вы хотите подключить ваш микрофон, посмотрите внизу справа. На вот эту вот отметку. Нажмите просто один раз с левой кнопкой. И вы увидите. Вот. У меня сейчас наушники стоят. За счет этих наушников я слушаю музыку или игру. Я бы поставил вот здесь. Да. То есть я перешел вот по этой гаечке. И здесь я нашел Realtek HD Audio Second Output. Да. Сравниваем. Да. Это оно. Выбираем его. Все остальное я бы не стал переименовывать. Я тоже не хочу. Можете написать микрофон, если хотите. Сохранить. Да. Это вот то, что касается игры. То есть звуков в игре и так далее. У вас есть теперь звук игры. У вас есть звук микрофона. Теперь надо еще зайти в настройки. И тут сделать тест скорости. Он вам покажет, какой битрейт видео. То есть из какой скорости интернета будет выкладывать в TikTok. FPS я рекомендую 60. Если старенький компьютер, лучше всего 30 ставить. Разрешение он мне посоветовал 1280 на 720. Но все все равно смотрят на телефоне. Это нормально. Можно сделать повыше. Но пока рекомендуется 720p. То есть вот это разрешение. Битрейт звука 192. Энкодер. Это... То есть если у вас хорошая там видеокарта, то ставим NVIDIA. Лучше всего. Остальные кодеки я не знаю. Но я ставлю либо этот, либо тот. Вот. Задержку трансляции не делаем. Режим совместимости. Кодеков. Тоже ничего не нажимал. Это первая вкладка. Записи. Если вы записываете с тиктока какие-то видео и хотите их потом выложить. То нажимаете сюда. Выбираете папочку, которая вам нужна. Куда вы хотите сохранять. У меня это в локальном диске E. Сделал папочку и назвал TikTok Videos. И формат MP4. Я бы посоветовал. Горячие клавиши. Ну, ничего мне так особо не надо. Я нажимаю выделить лучший момент. Ctrl E1. Можете любую кнопку также удалить и написать. Наложение во время игры. Не знаю. Не пользуюсь. Это тоже не пользуюсь. Все. Закрываем. Мы настроили звуки. Мы настроили картинку. Мы настроили интернет-соединение. И теперь идем дальше. То есть у нас есть уже игра. Но нету, например, чата. Да? Или давайте лучше сперва сделаем картинку, чтобы было красиво. Я, получается, нажимаю так же добавить источник. Изображение. Так как у меня уже добавлено, я зайду сюда. То есть вот так у вас будет это выглядеть. И вы потом берете, выбираете какую хотите картинку. Я уже добавил одну картинку. И она вот вышла вот так. То есть тоже не очень так красиво, если честно. Она как-то вбок перемещена. Я ее, если она вот закреплена, я не могу ее сейчас двигать. То делаю разблокировать и ставлю как мне угодно. Например, мне хочется, чтобы она стояла вот так. Поставил. Это просто картинка, просто чтобы было красиво. Никакой функции она больше не имеет. Берем, нажимаем закрепить. И если хотите, можете переименовать в фон для чата. Например, много не дает писать. Я не могу даже чата написать. Короче, тоже много тут не поделаешь в этой программе. Но она хорошая. Вот. То есть у нас уже есть картинка. Есть игра, которая идет все время. Есть звуки. Теперь нам надо поставить окно чата. Также добавить источник, окно чата. Вот. Она у меня уже добавлена. Вот так она выглядит. Вы можете поставить его куда хотите. Также делайте разблокировать. У меня просто все заблокировано. Из-за этого я каждый раз разблокирую это. И ставлю как мне угодно. То есть я могу сделать большой чат. Либо я могу сделать маленький чат. Вот. Например, скажем, сделаем пока мисси вот так. Это вот будет отображаться здесь чат. Потом давайте, наверное, перейдем. Также закрепим. Чтобы мы не могли это двигать. Перейдем, наверное, в цели. Также добавить источник. Цель. У меня уже есть. Заходим. Настраиваем цель. Первая цель. Это у нас я хочу, например, подарки. Я нажал сюда. Хочу 15 подарков. Делайте цель реалистичной за один стрим. То есть 15-25 подарков может быть нормально. Я бы не стал делать 500, например. И описание. Ну, просто здесь я написал хочу свинку подарок. Вместо розочки, например. Что угодно можете здесь написать. Или пожалуйста, пожалуйста. Как хотите. Написали. Делайте предпосмотр. Очень хорошая штука. Чтобы посмотреть, как вообще это все выглядит. Вот так оно будет выглядеть. Мне нравится. Готово. Применить. Окей. Это вот одно. Потом также делаем. Добавить источник. Опять цель. И в этот раз заходим в подписчики. Чтобы у нас была цель, например. У меня сейчас 1798 подписчиков. А я хочу 2000. То есть меньше, чем 1798 вы не можете. Поставить. То есть вы можете поставить. Например. 2000 или 1800. Или что угодно. Можете 5000 даже написать. Тоже бы ставил лучше такую цель, которую можно достичь. Описание. Помогите. Дойти до 2000. Или цель подписчика. Можно также оставить. Цель подписчикам. Вот. Делаем предпосмотр. Классно все выглядит. Готово. Все. Сделали. Надо их разместить. Они будут, конечно же, не закреплены. Я их поставил вот сюда сверху. Мне кажется, хорошо выглядит. Не слишком навязчиво. И мне так нравится, например. Закрепили. Все. Теперь не можем их двигать. Также. Если вам шлют много подарков. Можно добавить такую вкладку. Рейтинг. Также добавить источник. Рейтинг. Заходим в это окошечко. И тут, например, есть фон. Он обычно выглядит так. То есть он будет черный. Но зачем делать этот черный фон, если можно сделать его непрозрачным. И тогда он сочетается уже с этой картинкой. И будет хорошо выглядеть. Содержание я бы оставил на 100%. И места. То есть если вам кто-то монетки кидал. Например, скажем. Я вам кинул одну монетку. Другой кто-то 3. Третий там 4 или 5 монеток. То кто больше закинул вам монеток. Получается. Заходит в рейтинге на первое место. Что он тебе много так денежек скинул. И вы можете сделать 5 мест. 10 мест. Как хотите. У меня оставим 5. Делаем применить. И ок. И потом уже двигаем куда вам захочется. Мне захотелось рейтинг сделать вот здесь, например. И последнее самое важное. Это уведомление. Уведомление добавляем здесь. Настраиваем. Что значит вообще уведомление. Приходим в эту вкладку. Например, кто-то на вас подписался. И вы можете тут написать. Например, спасибо за подписку. Да что угодно можете сказать. Вот это не удаляйте. Это имя пользователя, который на вас подписался. Например, Redis подписался на вас. Сейчас. Или Redis. Спасибо за подписку. Потом. Здесь можно загрузить какое-то изображение. Я вам рекомендую гифку. Потому что будет там какое-то действие совершаться. И alert номер 3. Потому что. Ну это просто звуки. То есть вот так может звучать. Вот так. Или вот так. Мне понравился alert номер 3. Ставите как он должен звучать. Очень громко. Или на 50%. Я наставил так. Сколько минимум новых подписчиков должно показываться. Я сделал один. И цвет. Цвет текста. Например. Спасибо за подписку. У меня белым цветом. А цвет пользователя зеленый. Давайте посмотрим как все это выглядит. Вот я добавил гифку. Добавил вот зеленый цвет. И белый цвет. Это вы можете все здесь настроить. Не так уж это и тяжело. Это только подписки. А теперь если вам подарок. Кто-нибудь например. Приклад. Ну. Пошлет. То вам надо вот это оставить. Это тоже оставить. Ничего тут пожалуйста не убирайте. И я написал за сандалио. То есть. Например. Бреда за сандалио. Тебе одну монету. Здесь загрузил. Изображение Марио. Который хлопает. Сделал alert номер 3. 50%. И текст белым. Розовым. Как зовут. Данного пользователя. Например. Бреда за сандалио. Одну монету. Да. Применить. Там применить надо было сделать. Здесь надо было применить. Сделать. И. Конечно же. Вы тут заметили. Когда я делаю предпосмотр. Что. Текст справа отображается. Этот текст можно сделать снизу. Например. Вот здесь. Схема. Изображение. То есть там. Дядька который танцует. И внизу текст. Либо как я сделать. Дядьку. И здесь текст. Как вы хотите. Замена уведомлений. Новые уведомления. Заменяет собой. Все имеющиеся. Да. Можно так же сделать. Можно включить. Можно выключить. Как хотите. И. Сколько будет показываться. Вот это уведомление. У меня 5 секунд. И оно вырубается. Можно сделать дольше. Но зачем дольше. Если этого хватает. Цвет фона. Можно сделать. Если хотите. Можно непрозрачным сделать. Предпосмотр. Уведомления. Подписчики. У меня стоят. И применить. Все. Больше ничего тут такого нет. То есть. Еще раз посмотрим. Мы поставили игру. Поставили фон. Вот эту зеленую жабку. Поставили окно. Чата. Где люди переписываются с вами. Поставили 2 цели. Под подписком. И по подаркам. Если вам много. Кто подарков. Присылает. У вас есть такой рейтинг. То в 1. 2. 3. 4. 5. Местами. И есть уведомления. Здесь. Которые я поставил. Его тоже можно перенести. Куда вы хотите. Я его могу. Либо сюда поставить. Чтобы сделать побольше. Что кто-то на вас подписался. Будет здесь выпрыгивать. Тот дядька. Которого я показывал. Гифка. Будет на весь экран. Либо вы не хотите это афишировать. Можете сделать просто сбоку. Можно делать также стрим пейзажным. А можно делать таким вот портретным. То есть на телефон. Как вам угодно. Но то же самое можно здесь сделать. В принципе. Но я играю на компьютере. Так что я получается делаю это все на компьютере. Если хотите чатиться со своими ребятами. То пишите здесь. Или через телефон. Как вам хочется. И потом врубайте ваш стрим. Все. Больше ничего не надо. Ну и конечно не забудьте. Войти в ваш аккаунт. Я рекомендую. Если вы заходите в страницу. Тиктока. Чтобы зарегистрироваться. Или зайти в ваш аккаунт. Лучше сделайте. Сканировать с телефона. QR-код. Потому что у меня там были проблемы. Я не мог зайти в свой именно аккаунт. Мне делал. Google или Facebook. Какой-то совсем другой аккаунт. То есть не мой. Тиктоковский. Лучше через email. Телефонный номер. Или QR-код. Такой вот. Маленький совет. От меня. Ну все. С вами был Брэддис. Если у вас есть какие-то предложения. Вопросы. И так далее. Просто говорите. Просто пишите. Можете писать мне. Просто сюда. На YouTube. В TikTok. Ну и так далее. Все ссылки будут внизу. Если что-то вам понадобится. Все. Всем спасибо за просмотр. С вами был Брэддис. Приятного дня. Пока.